Добрый день, наши дорогие зрители. Добрый день, Сергей Анатольевич. Здравствуйте. Сергей Анатольевич, Вы являетесь зампредседателем нашего общественного движения за наш город Герой Севастополь. И в традиционной серии, о чем говорят Убинови, мы сегодня забрались, чтобы задать такие вопросы. Что есть ли результаты нашего движения, какие результаты и какие, будем так говорить, задачи сегодня стоят и что выявлено. Будем так говорить. Что скажете? Много о чем я уже рассказал. Много о чем можно еще рассказать, что, собственно говоря, мы делали, какие были результаты. Но здесь поговорка, на то и щука в пруду, чтобы карась не дремал. У нас функция такая, получается, что мы выискиваем вот эти недостатки, на наш взгляд. Оголяем проблемы. И мы их обнародуем. Причем мы не просто там обнародуем или там издеваемся над кем-то там или кого-то хотим там за что-то там поймать. Нет, мы пишем официальные письма правительству, что объясните, почему вот это так, вот это так. Очень интересная тема в этом плане это отчеты губернатора президенту за истекший период. Мы 20-й год очень подробно раскрывали, как бы что ли, что когда наш губернатор говорил президенту о том, что сделано за год то, 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 то. Большой список, что мы там столько-то денег на это истратили, и в общем-то у нас все хорошо, и все там развивается и строится. А мы взяли результаты счетной палаты города Севастополя и сравнили результаты, которые насчитала счетная палата и то, что сказал губернатор. И там очень большая нестыковочка. Мы эту нестыковочку разжевывали буквально там по косточкам. Каждый объект, выяснилось, что там эти объектов, которые там якобы сданы, которые должны были сдаться там вообще несколько лет назад. И то, что они там вылезли в долгострой, и что они там строились долго. Причем, вот как бы мы не докапывались до того, что там они там долго строятся, или еще что-то такое. Различные причины могут быть на это. Важно, чтобы они делались. Но там было очень много объектов, которые вообще не делались. И я до этого знал тут объекты, которые они были в программе ФЦП, потому что еще в 16-м году я этим интересовался и хотел в этой программе участвовать, в ФЦП. Для того, чтобы, потому что есть очень много таких знаковых мест, которые нужно было приводить в порядок. И поэтому, знаю, что к ним даже не приступали. Мы как-то даже на народном контроле на одном из совещаний эту тему поднимали, но она так и осталась неинтересной для них, я так понял. Значит, а здесь прямо в счетной палатах пишет, что вот должны были быть такие-то, 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 такие-то объекты. Сделали. Читаем. А эти объекты то вообще не заключили договор, то заключили договор, там организация поработала немножко, расторгли договор. И он сейчас висит, непонятно, там деньги ушли, не ушли, и все в таком духе. Потом, значит, что должны были сделать, но не успели сделать, там. И вот таких вот объектов было, ну, просто прорва. И отчитаться реально за то, что сделано, ну, были буквально единицы. А читались так, что там 83% что ли там запланированно сделано. Мы посчитали, у нас получилось 30% из того, что было реально в плане, потому что это у счетной палаты, это все было прописано. Понимаете? И мы, конечно, выступили, но, ребята, так же нельзя. Если вы уж там говорите, так вы говорите то, что действительно есть. Например, там был отчет о том, что там Камышовое шоссе сдано, хотя все прекрасно знают, что оно потом весь год еще до сентября, по-моему, там дорабатывали, заделывали, сливневки. Такие вещи, как бы, ну, мы посчитали, что это неправильно, что так не должно быть. Мы написали письма, а зачем вы вроде как бы вводите в заблуждение, получается, или что это такое было? В этом году то же самое, мы сделали только один репортаж по двухсотлетию спортивному, который до сих пор не сделан. Сейчас, оказывается, еще там денег не хватает для того, чтобы его сделать. А по нему-то уже отчитали, что все, он уже готов. А как из этой ситуации будет господина Разожайева ходить? Ну, я не знаю. Он же доложил, что уже все сделано. Я не знаю как. Я знаю о том, что деньги, которые выделяются на такие вещи, они целевые, поэтому их нельзя откуда-то взять. Ну, вот я президент, да, Разожай, я не доложил, да, вот вы, Разожай, доложили. А потом, вы говорите, я уже все построил давнее, я вас высушил, потом он мне говорит, дайте денег. Ну, я так думаю. Я говорю, так ты же мне докладывал, что все дорого. Я так думаю, что у президента, я думаю, никто денег просить не будет. А у кого тогда будут просить? Ну, не знаю, там есть специально поставленные люди для таких вещей. Просто здесь-то речь идет не об этом. Что просто вот это зачем нужно, нам непонятно. То есть мы не понимаем, зачем это надо. Ну, скажите, как есть. Сделали в первую очередь спортивного комплекса, запустили ее. Она действительно сделана. Действительно запустили. Ну, я был на стадионе, там стадион сделан. Что здесь такого плохого? Ну, хоть что-то сделано, понимаете? Это правильно, это людей в заблуждение не будет вводить. Потому что, а здесь вот создается прецедент, что можно, а как это так? Сказали одно, а на деле, приеду, посмотрел, а там и конь не валялся. И думаю, что странно, а как это так? Но здесь же такие лица, губернатор, это же первое лицо города, президент, первое лицо государства. Для нас это непонятно. Мы пишем письма, мы задаем вопрос, а почему так? Или, допустим, вопрос о том, что была, как называется, перед чрезвычайной ситуацией повышенной готовности. Что перевели город на режим повышенной готовности. Вы почитали, что это такое режим повышенной готовности. Это когда все службы города должны тренироваться на случай чрезвычайной ситуации. То есть они должны знать, кто что будет делать в тот период, если вдруг такая ситуация возникнет. Мало ли там война, какие-нибудь там катаклизмы, что-нибудь там такое. И в этом случае, как бы, власти должны помочь людям, чтобы избежать паники, избежать там каких-то жертв, там все такое прочее. И мы задались вопросом, что, в общем-то, как бы, все, что там было, все, что мы видели, по крайней мере, было заточено на то, что как эвакуировать и школы там, собрать там, в определенный автобус посадить и куда-то увезти. Мы сразу сказали своим детям, что, ребята, ни в какой автобус не садитесь. Ну не садиться и никуда не ехать, домой. Это что, звоните сразу, чтобы, как бы, я своего ребенка не отдам никому. Понимаете, здесь задаем вопрос. Ну что должно быть в случае, когда вот что-то там случается? Ну первое, это бомбоубежище. Мы задали вопросы. Готовное бомбоубежище. А бомбоубежище у нас готовы, чтобы человек знал, куда в случае чего бежать. Но это первое, что происходит в случае вот таких вот вещей. Нам говорят, это государственная тайна. Письме пишут. Мы говорим, что значит государственная тайна, когда координаты этих бомбоубежищ там, ну я не знаю, там где угодно, может в интернете забил и нашел там вплоть до того, что координаты стоят, где эти бомбоубежища. А в каком они состоянии, никто не знает, куда идти, куда бежать. То есть бомбоубежища должны находиться в определенной готовности. В случае чрезвычайной ситуации, чтобы люди туда могли прийти, не просто так сгрудиться в какой-то подвал. А там должно быть и система обеспечения, вентиляция. Запас, воды, варианта. Там должно содержаться в определенных условиях. Соответственно охраняться. А нам говорят, что нет, ребята, там, причем тут бомбоубежище. То есть нас что, как нам говорили о том, что мы будем вас предупреждать, вы должны выйти, как там они говорили, вы должны выйти из квартир, собраться там и маршем дойти там на 20-30 километров, что они говорили. Мы говорим, ну как, куда мы пойдем, представляете, весь город сведут на какую-то поляну, там, я не знаю, или куда-то, что-то, какое-то место. Ну да. Ракету бросил и все, и привет, правильно? Если вот, если уж за таком. Да, весь вопрос непонятен вообще. То есть это странные какие-то мероприятия, которые люди восприняли буквально штыки. Они говорили, что это такое, как мы себе, это что, нас куда-то там на бойню, что ли, поведут? То есть люди реально боятся. Потому что с этим еще ковид-ограничениями, что там пугали, что писали, что там... Ну люди боятся почему? Потому что они не доверяют. Не то, что люди не доверяют. Мы всегда говорили о том, что у правительства нет связи с горожанами. Правительство должно первое говорить людям, что случилось. Произошло что-то, должен выступить первое лицо его заместители и сказать, что дорогие наши горожане, севастопольцы, успокойтесь, случилось-то вот это, вот это, все делается. Кстати, в Белгороде губернатор Гладков именно так и делал. Да, в Севастополе дело, ну это правильно, так должно вести себя любое руководство. Произошло то-то, то-то, то-то. Должен быть диалог с населением, когда население будет доверять правительству, тогда население будет спокойно, что о них думают, за них все решат, они будут в случае чего-то под надежной защитой, под надежным руководством. А у нас молчок, у нас нет вот этого, у нас разговор другой. Говорят не нам, говорят наверх и говорят, как бы, ну мягко сказать, так неправда. И мы, конечно, задаемся вопросом, что это такое, что это за дистанция между руководством города и населением. Да, но мы-то с вами выходцы еще из Советского Союза, а в Советском Союзе была четкая построена система оповещения при различных ситуациях. Ну, гражданская оборона, да, святое дело. И все знали, и было отработано там оказание первой медицинской помощи. Но это уже нюансы. Сейчас речь идет о том, что руководство города должно иметь диалог с жителями города для того, чтобы не было кривотолков. Для того, чтобы люди не сочиняли там различные страшилки, и говорили, ой, а это случилось вот там, а это столько, и все такое прочее. Ну да, это фейковые... Конечно, а потом можно, можно будет этих людей привлекать за то, что они говорят неправду, и что это фейкометы, и что там... Переложить ответственность со здоровой головы на больную. Я хочу привести один пример. Был в Америке самый знаменитый, наверное, президент Рузвельт. Все его знают. Он попал на войну, умер в конце войны. Значит, единственный президент, который, как у них положено только два срока, ну, четыре, на четвертом сроке, по-моему, номер, единственный президент. Больше никому такой чести нету. Почему? Он пришел во время Великой депрессии к власти. Что он начал делать? Ну, я не буду говорить о тех шагах, знамя, те шаги, как он там работал с банками, как он работал с промышленниками, каким образом он вот эту вот оздоравливал экономику. Но он начал диалог с народом по радио. Он, это у него называлась беседа у Камина. У Камина он отвечал на вопросы рядовых американцев. Они задавали вопросы, как вот это, как вот это. И он им говорил. Из первых уст они слышали голос своего президента. И они ему верили. И это помогло стране выйти из этой Великой депрессии, которая к банкротству привела огромное количество предприятий, которая унесла массу жизни, после которой был всплеск преступности и все такое прочее. Поэтому вот простые вот такие вещи, которые придумывать не надо, они уже где-то были, они уже и очень эффективны. Народ стал верить своему президенту, что выбрал его четыре раза. Это нонсенс вообще по законодательству Соединенных Штатов. Это нельзя. И тем не менее, это было. Понимаете? А у нас, казалось бы, простая ситуация. Не надо людей там что-то такое скрывать. Военные тайны же никто не просит. Но то, что касается взаимодействия власти и народа, то, что важно для людей и то, за что люди болеют, случилось что-то и молчок. Ну скажите. Да, случилось. Ну, бывает там время такое, все в таком духе. Но вы не переживайте, там то-то, 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 все делается. Как у нас здесь же вышел уже спор, форум мы собирали, что меры, которые нам прислали, типа, вот мы такие меры хотим правительству сказать, чтобы они там начали беспокоиться о безопасности населения. Мы почитали полный бред. Сразу сказали, ребята, у нас что, теракты, я не знаю. Но все хорошо, у нас в этом плане и спецслужбы, и правительство работают, мы не будем его критиковать. Мы не будем ему... Зачем? Это неправильно. Если это делается, но мы не будем придираться, вопросов нет. Если это делается, замечательно, хорошо, как бы, уважуха слов, слов нет. Мы не будем за это критиковать и не будем придираться, цепляться, там что-то, выискивать, какие-то мелочевки. Если это делается, но мы не будем с вами ругаться. Спасибо, Сергей Анатольевич, за замечательную беседу. Не за что. Я думаю, что мы продолжим еще, и многократно продолжим наши беседы и наши зрители. Хотелось бы консолидации, хотелось бы нормальной жизни, хотелось бы, чтобы наш город развивался, хотелось бы, чтобы люди радовались, что они живут в таком городе, у нас такой славный город. С федерального значения. На федеральном значении самое главное это гордость России, это город, который знает о всем мире. Русские славы. То есть это, я не знаю, мы, я считаю, недостойные вот этой вот, мы ведем себя очень, как бы я сказал, так, трусливо что ли. Мы не ценим, не несем ту гордость за город, мы не ответственны перед нашими предками, которые прославили этот город. Как-то у нас все вот дрязги какие-то. Славоватенько будем так говорить. Да не злез, что ломать, какие-то дрязги, которые отнимают массу энергии, все со всеми борются, никто ни с кем не договаривается, у всех какие-то амбиции. В общем, это абсолютно неэффективное для развития нашего города деяния, которые происходят вот в среде, в первую очередь, конечно, это руководство города. Второе, ЗАГС собрание, которое должно отстаивать интересы горожан, это делегаты от города, значит, общественная палата, которая фактически не работает. И местные муниципалитеты, в выборах которых мы участвовали и поняли, какое там произошло, какие фокусы там творятся. Поэтому и нам же не дали их, мы бы могли найти, предоставить доказательства того, что на самом деле произошло на выборах. Но нам сказали, что мы видеоматериалы не можем предоставить, и все в своем духе. Поэтому здесь, к сожалению, просто так оголтело обвинять в чем-то, в кого-то, конечно, это неправильно. Поэтому мы придерживаемся такой позиции, что нужно, если о чем-то говоришь, нужно понимать, о чем ты говоришь, и говорить лояльно. То есть мы не враги, мы хотим, чтобы, критикуя, предлагаем, чтобы наш город развивался и люди жили лучше. Спасибо большое.